хотел бы сегодня поделиться своими соображениями назвал доклад электронное обучение было и думы но сами понимаете формулировочка александра ивановича герцена такая была мемуарная хроника адресованы агарева хотел было назвать советы постороннего ну какие мы собственно говоря посторонние я пол жизни занимаюсь электронным обучением да и вы мои коллеги тоже наверное столько же времени поэтому моя задача взять некий такой вектор исторические и действительности но и попытаться поразмышлять дать какие-то советы замечания вот в этом собственно говоря и суть будет моего выступления история заочного обучения вот с молодыми коллегами беседуя я вижу что то что было сделано ранее они мало знают а ведь в этом году будет ровно сто лет как в девятьсот девятнадцатом году министерство просвещения сделал попытку разработки пособий по самообразованию рабочих крестьян уже в конце двадцатых годов заочные курсы были связистов строители переводчиков организован заочный факультет мгу темиряйская академии но мало и вообще-то кто-то знает что девятьсот двадцать седьмом году заочное обучение в советском союзе курировал цк в лксм они специально создали центральный институт заочного обучения потом молодежный институт молодежный институт был потом преобразован в тридцатом году во всесоюзный сельхозяйственный институт 350 тысяч обучаемых и вот этот опыт организация которая была в течение 20 лет нашла отражение в этом постановлении совнархома о высшем заочном обучении но вы слайд можете посмотреть можете остановить потом записи и почитать но из реперных точек я буду только реперные точки называть запретить заочных институтах сдачу экзаменов по письменным работам но нас практически такого нет хотя лет 20 назад была такая фирма ешка из белгорода которая вела дистанционное обучение только по письменным работам эта форма она имела свое название корреспондентское обучение но она себя конечно не оправдала обязательном порядке сдача экзаменов в очной форме также было указание издать для заочной системы такие методические материалы которые способствовали самостоятельной работы работе студентов до войны и после войны было принято ряд постановлений которые сыграли свою роль и на после смерти сталина здесь я просто привел ряд постановлений совета министров где было такое пристальное внимание к этой форме обучения но я могу сказать что необходимость была связана с потерями великой отечественной войне много погибло квалифицированных специалистов и только лишь такая система массового заочного обучения могла вытащить страну из той трясины куда она попала началась перестройка и как во всех отраслях областях но и это коснулось также подготовки специалистов здесь хочу вам показать постановление цк кпсс 325 где было указано отделение учебной группы на две подгруппы сокращение обязательных аудиторных занятий повышение роли самостоятельной работы студентов контроль со стороны преподавателей применение активных методов компьютерной технологии и так далее но большей степени конечно нас могут интересовать то а то направление нормативно-правового обеспечения которое исходило из министерства образования в то или ином название но допустим уже восемь седьмом году было обязательно ежегодное анкетирование студентов обучающих без отрыва от производства вопросам качества преподавания учебных дисциплин это ежегодное анкетирование сами понимаете оно нашло свое отражение уже в нынешних системах дистанционного обучения поскольку обратная связь она безусловно нужна далее хотел бы указать вам для понимания подход вот ягодина геннадий алексеевич кто его знает всегда с большим уважением к нему относились к этому специалисту бывший ректор 900 2015 году скончался но память о нем конечно у всех особенно старшего поколения она имеется с хорошим таким чувством уважения так вот в тех приказах которые были подписаны ягодином геннадий алексеевичем организовать прием экзаменов зачетов в удобное для студентов время в течение всего учебного года я бы хотел бы спросить у нас вот это сейчас есть нет вот чистая заочная классическая форме нет второй тезис разрешить студентам заочной формы по мере готовности сдачи экзаменов зачетов по любой дисциплине независимо от других предметов у нас ныне это есть заочной форме нет далее там были сокращенных сроков гибкий учебный процесс но по гибкости учебного процесса опять такой тезис который принципе очень интересен предусмотреть изменения учебных планах создающие гибкую реализацию учебного процесса с учетом различных возможностей студентов посещать очные занятия но я преподавал у заочников вуз не склонен учитывать интересы студентов заочной формы обучения до сих пор он не заинтересован есть жесткий план есть график есть учебно-лабораторные сессии но об учебных занятиях очного типа вообще так сказать вот сколько я в этой системе нахожусь мне не приходилось даже имеет вот такие для анализа случаи вот в этом постановлении уже как и 38 года создание единой системы методического материально-технического обеспечения там же был такой тезис вот здесь кстати говоря фотография перегудова феликса ивановича тоже весьма уважаемый человек ректор тусур томского университета вот здесь фиксировался момент о необходимости выдачи полного комплекта учебников учебных пособий учебно-методической документации других дидактических материалов но помимо того что здесь необходимо было обеспечить общежитие вот но и местах вычислительных залах тогда для самостоятельной работы должны иметься в вузе и предоставляться обучаемым технические средства обучения включая персональное в м с обучающейся программой очень знаменательный был приказ госком вуза 165 в части расширения возможностей студентов вузов и сузов средних специальных учебных заведений смотрите что было тогда указано это вот в девяностом году предоставлять студентам учащимся возможность изучать дополнительно любые курсы преподаваемые в этом и в других учебных заведениях включая прохождение интересующих их видов практик я считаю что вот этот тезис он весьма уважен и сейчас и вы знаете что есть в новой редакции закона образование российской федерации сетевое взаимодействие но скажу вам откровенно этот эта статья сетевое взаимодействие она практически не работает и на мой взгляд она не работает только из-за того что рособорнадзор пытается контролировать не только процесс обучения собственно вузе который проверяется но и там где с кем был заключен договор сетевого взаимодействия в этом же на приказе по желанию в диплом приложение диплом а можно было записать дополнительно изученные дисциплины в том или ином вузе или где-то на на стороне для на среднеспециальных заведения было установлена возможность подготовки квалифицированного рабочего и присвоение квалификации более того разрешить студентам учащимся досрочную сдачу но я хотел бы сказать что вот вот это постановление на 165 она где-то в штрихах пыталась определить непрерывность профессионального образования от начального среднего и высшего начальное профессиональное образование как раз вот подготовка рабочих и тогда было бы понятно что человек пройдя начальное профессиональное образование переходит на следующий уровень чуть-чуть добрав дисциплин навыков компетенции он бы получал диплом среднего профессионального образования скажем уже мог работать на заводе мастером далее чуть-чуть он мог работать уже при получении диплома специалистов на высших инженерных каких-то должностях вот когда в то время сравнивались учебные планы то никакой непрерывности собственно говоря и не было в этом же приказе были такие реперные позиции как индивидуальные графики планы обучения сокращенный срок но вот в то время уже в то время разрешалось студентам вузам имеющих особые успехи в учебе сдачу экзаменов приравнивалось к требованиям установки для аспирантуры но такого конечно у нас нету сейчас и в этом плане более жесткая система вот заочное обучение в ссср она вообще было так сказать уникальным опытом технологии обучения на реализации технологии обучения и вот тот опыт который он весьма уважаем весьма изучаем во всем мире ну о чем я скажу чуть попозже электронное обучение я из тех материалов официальных которые есть всегда ссылаясь вот на это решение коллегии о создании системы дистанционного образования в российской федерации но кенилёв владимир георгиевич он был председателем госкому вуза сам доктор технических наук проректор МВТУ Баумана он прекрасно понимал что за данными технологиями должно быть большое большое будущее вот тогда впервые так сказать появилась дистантная форма обучения но этот термин не устоялся дистантная но так или иначе было понимание того что в россии необходимо сформировать систему дистанционного обучения или дистанционного образования создать сеть вот и эта сеть должна быть неотъемлемым элементом системы высшего образования вот при такой активной позиции кенилёва владимир георгиевича было постановление принято правительством российской федерации где было указано о подготовке работ подготовки материалов по развитию единой системы дистанционного образования в российской федерации вот 95 год это фактически в российской федерации это толчок к разработке нормативно-правового обучения прошло немного времени и было постановление госком вуза россии о состоянии перспектива к созданию единой системы дистанционного образования но это в реализацию постановления правительства вот на этом слайде есть и фотографии и тех людей которые принимали непосредственное участие в разработке концепции создания развития системы дистанционного образования но здесь и кенилёв владимир георгиевич и тихнов айсан николаевич первый заместитель это мисков валерий сергеевич зам предкомитета наш коллега дежбицкий владимир владимирович вот иванников александр меч не этот информик вот усилиями и других коллег был создан проект концепции создания развития системы дистанционного образования который был в конечном счете и принят хотел бы здесь отметить что в этой концепции предполагалось создание федерального центра или бюро системы дистанционного образования то есть единая государственная система образования но при реализации дистанционных технологий необходимо по мнению коллег создать федеральный центр системы дистанционного образования фцдо ну скажу что владимир георгиевич не успел это сделать но тем не менее фцдо как идея она имела свое место через пару лет когда пришли к тому что есть концепция и ряд вузов начали вести уже обучение в дистанционном формате усилиями следует отметить усилиями владимир павловича тихомирова ректора мыси вот карпенко михаил петровича ректора современного гуманитарного института был подготовлен приказ о проведении эксперимента в области дистанционного образования было всего шесть участников это мыси сг и вот структура которая возглавлялась рубином юрий борещим это московская высшая банковская школа это структура которая возглавлялась хорошиловым александр влаевичем это международный институт гостиничного менеджмента ваш покорный слуга это московский международный университет бизнеса информационных технологий здесь же вот владимир сергеевич иванов это дочерняя организация ярославе международный университет бизнеса и новых технологий но скажем так что вот из шести организаций пять это так или иначе были связаны с мыси были либо ректорами либо про ректорами вот этот сам по себе эксперимент он действительно дал многое поскольку они были фактически чуть-чуть освобождены от диктата нормативно правых актов и когда были проверки то ли со стороны мин образования то ли со стороны прокуратуры то всегда можно было сослаться на этот эксперимент на положение об эксперименте и пытаться объяснить проверяющим органам что идет отработка технологий вот когда подписывался приказ и об эксперименте то где-то примерно через год пришли к пониманию того что необходимо создать какой-то опять центральный орган в системе образования и прозвучало предложение о создании российского государственного университета дистанционного образования не федерального центра дистанционного российского госуниверситета дистанционного образования рудо так называемая вот этот проект очень интересовал и был увлечён от Леонид Георгиевич Кенелёв. Более того, он хотел это сделать своим детищем и остаться в истории. Ну, собственно, я в истории-то и остался, как личность, которая способствовала развитию этих технологий. Но под его личным контролем шла как раз проработка всех нормативных и распорядительных документов, вплоть до того, что он запретил всем подразделениям Минобразования непосредственно как бы заниматься. Он только сам этим занимался, но не успел. Не успел, он ушёл на повышение вице-премьером, и его сменил Тихонов Александр Николаевич. Он был первым заместителем, стал министром образования. Он был ректором МИЭМа. Вот этот институт сейчас в честь его имени назван, знаете. Вот когда вот этот эксперимент начал вообще развиваться по всей стране, то в начале было шесть участников, шесть вузов, то потом где-то было двадцать примерно вузов. И сложно было отследить, поскольку ряд вузов вообще зачисляли на дистанционную форму обучения. Но в нормативно-правовом пространстве не было такой формы обучения. И специально инструктивное письмо было Александра Николаевича Тихонова о том, чтобы зачисляли на одну из предусмотренных законодательств форму обучения. Либо наочную, очно-заочную, заочную или экстернат. В этом плане могу сказать, что в экстернате в то время было очень много обучаемых. Она, эта форма как раз и предполагала и гибкость, и сдачу в рамках своего графика для обучаемого. Министром был назначен Филиппов Владимир Михайлович, ректор Рудояна. Сейчас ректор Рудояна после того, как ушел с этой должности. Но хотел бы обратить внимание, что Филиппов Владимир Михайлович прекрасно знал об опыте применения дистанционного обучения за рубежом, в том числе в Великобритании. И он осознавал, что в то время, когда не очень были развиты интернет-технологии, не было серьезных продвижений в создании электронных библиотек, систем электронного тестирования. Единственная форма, такая переходная форма, это было максимальное использование представительств высших учебных заведений. И допускалось на базе представительства силами штатных сотрудников высшего учебного заведения эпизодически вести образовательную деятельность, используя материально-техническую базу. Хочу сказать, что в эти годы те вузы, которые применяли технологии, они создали массу представительств во всех субъектах Российской Федерации, уходя вплоть до районов. И тем самым вуз приближался к жаждущим получить образование, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Ведь статистика была и тогда, и сейчас она достаточно интересная. 5-7% возвращается после того, как они обучились, допустим, в областном центре, возвращаются обратно. Та же цифра, когда они обучаются в Москве, 5-7% возвращаются к себе. Еще меньше цифры, кто уезжает за границу, тот еще в меньшей степени склонен вернуться обратно. Поэтому эти технологии были спасением. В этом плане здесь было указано, что допускается по согласованию с органами управления образованием субъекта Федерации, на территории которого находится представительство, вести учебно-консультационную деятельность. Могу сказать, я просто с этим был чисто профессионально связан, как проректор МОИСИ по дистанционному образованию. Не было того органа управления, субъекта Российской Федерации, ну и ниже до муниципалитетов, которые были бы против. Они были заинтересованы, чтобы оставались люди, работали, не покидая тех, где они работают, мест, где они работают. Филипп Владимир Михайлович, он продлил эксперимент, понимая, что это очень важно и идет нормальная отработка. И я могу сказать, что после двухлетнего эксперимента этого оказалось мало. Вот вам перечень тех нормативных правых актов, которые были приняты Филипповым в 2000-2001 годах. Это, во-первых, была осознанная рабочая группа по проблеме открытого образования. Был приказ о мероприятиях по созданию российского государственного открытого университета. У Кеннелева было РУДО, а здесь уже РУГОУ. Была организована работа по созданию специальной внутриведомственной научно-технической программы создания системы открытого образования. Она в конечном счете была утверждена и дала возможность более, наверное, 500 вузам показать свой потенциал в части учебных электронных курсов и в части систем тестирования. Был приказ о создании госнаучного учреждения Российский государственный институт открытого образования, который я возглавил моими коллегами. Первым заместителем был Лобачев Сергей Львович, заместителем был Андреев Александр Александрович, ну и, конечно, максимальную поддержку вот в этой системе открытого образования или в нормативно-правых актов, не могу не отметить, принял участие замминистра образования Виноградов Борис Алексеевич, непосредственно курировал Поляков Александр Александрович, начальник управления информатизации. Здесь же большую поддержку и разработку документов проводил Вежбицкий Владимир Владимирович. Одним словом, вот это был такой запал, такой энтузиазм, который в конечном счете дал толчок для развития технологий дистанционного обучения и электронного обучения по всей стране. Владимир Михайлович Филиппов не остановился на этом, он поменял, ну, конечно, через постановление правительства положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования, типовое положение о высшем учебном заведении, где было указано, что ВУЗ может применять дистанционное обучение, не технологии, а, видите, дистанционное обучение. И второй пункт, который здесь вот приводится, это непосредственно по месту их работы, место жительства студентов. Высшее учебное заведение имеет право осуществлять консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся на основе представительства. После принятия примерного положения о представительстве ВУЗа министерством было направлено письмо во все учебные заведения, которое еще раз указало на то, что ВУЗ может применять технологии, используя вот эти вот свои представительства. Поскольку поначалу в субъектах федерации не понимали этой задумки, они ощущали конкуренцию со стороны тех ВУЗов, которые обладали мощной потенциальной такой учебно-методической базой, преподавательской базой. Но было вот это письмо, которое давало возможность вот этот вот негативный аспект на местах как-то все-таки уменьшить. Как любой другой эксперимент, который проводится, в том числе в системе образования, он должен был логически завершиться принятием каких-то нормативно-правых актов. Это записано в любом положении любого эксперимента. В этом плане было установлено, что результатом окончания эксперимента по дистанционному образованию должна быть методика, технологии, организации дистанционного обучения в учреждениях высшего профессионального образования. Была назначена комиссия Союза ректоров России, ее возглавил зампредседатель Союза ректоров России Федоров Игорь Борисович, он же был ректором МВТУ имени Баумана. Нужно отдать должное, в этой комиссии были практически все московские ректора крупнейших вузов. Вот эти крупнейшие вузы, они не принимали, по большому счету, активного участия в эксперименте, поскольку нечего было, извините, показать. Но коллеги очень детально изучили отчеты, которые представили участники экспериментов. Ну вот я писал отчет по МСИ в частности. Ну вот решение коллегии, которое приведено на слайде, было указано о том, что в рамках такой централизованной системы управления дистанционным обучением все вузы, а это правильно, они действовали автономно. Автономно действовало МСИ, СГИ, ЛИНК ректора Щеников Сергей Александрович. У всех были разные стандарты, разные представления контента. И, по мнению членов комиссии, это затрудняло эффективный информационный обмен между и этими вузами, ну и вообще сложности интеграции системы в мировую систему дистанционного обучения. Вот тогда был уже крен на выход на международную арену. Ну могу сказать, что в то время не работали с дальним зарубежьем, но все бывшие страны, СНГ, бывшие республики СССР, во всех были так или иначе вот эти точки роста. Ну могу сказать, что когда я уходил из МСИ в 2000 году, я возглавлял институт дистанционного обучения, будучи проректором, научно-исследовательский институт дистанционного обучения, курировал, а директором был Лобачев Сергей Львович. Мы, уходя из МСИ, оставили после себя 37 тысяч студентов, 14 тысяч тьютеров, подготовленных в 126 региональных точках России и за пределами России. Вот этот отчет, он привел к тому, что была принята методика применения дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. Вот эта методика, первый документ, первый нормативный правовой акт, это предмет жесточайших дискуссий на Совете по дистанционному обучению Минобразования России. На воле судьбы я был ученым-секретарем этого Совета, председателем был министр Филиппов Владимир Михайлович, и каждый пункт он буквально с боем через обсуждение с ректорами он пробивался. И интересный момент, наконец-то пришли к общему пониманию, а эксперимент-то проводился в системе высшего образования, но я понял, что это очень усеченный момент, ну и попросил слово вот на этом заседании Совета по дистанционному обучению, ну 5 минут для выступления. Выступил с таким предложением, что нельзя замыкаться высшим профессиональным образованием, необходимо рассматривать среднее профессиональное образование, поскольку есть те специальности, скажем, банковское дело, финансы, кредит, где можно, так сказать, также использовать эти технологии. Но и дополнительное профессиональное образование выскочило, это тот уровень образования, которому сам Бог велит, применять технологии дистанционного обучения. Но, к удивлению, после этого выступления все проголосовали и методику уже обозвали не применение технологии в высшем профессиональном, а в высшем среднем и дополнительном профессиональном образовании. Но тем самым я какой-то так чуть-чуть наследил в истории электронного обучения в России. Здесь в этой методике был четко зафиксирован момент, что образовательное учреждение может осуществлять учебный процесс как самостоятельно, так и через свою сеть обособленных структурных подразделений, филиалы и представительства. Особенно было важно зафиксировать представительство. И было сформулировано 4 принципа, которые должны учитываться ВУЗом при реализации этих технологий. Это наличие электронных учебно-методических комплексов по каждой дисциплине, такие кейсы своего рода. Это корпоративно-информационная система документа оборота. Вы должны представить, в МСИ было 40 тысяч студентов почти, и слушателей, и 14,5 тысяч тьютеров. Это мощнейший информационный поток, который требовал просто специальной корпоративно-информационной системы. Это предполагало наличие преподавателей, специально подготовленных для работы в новой информационной среде. В традиционных ВУЗах сложно реализовать этот вопрос, если преподаватель не готов к этому. Он, может быть, и сейчас не очень готов, но без специальной подготовки вряд ли можно рассчитывать на нормальный успех. Ну и здесь был четвертый пункт наличия специальных, в том числе электронных форм проверки знаний. Владимир Михайлович покинул пост министра образования, пришел Фурсенко Андрей Александрович. Ну, я могу сказать, что особо ничего не изменилось с точки зрения применения технологий дистанционного обучения, но пошло как бы усечение и ужесточение. Ну, во-первых, было запрещено производственную практику дистанционно проводить, непонятно почему, вот, запрещена итоговая аттестация, нужно обязательно было приезжать в Москву, а нельзя, допустим, значит, проводить заседание ГАКа на базе того же представительства. Ну и, значит, здесь, помимо того, что мы исходили с того, что необходимо готовить преподавателей специально для применения технологии, вот здесь уже было записано Фурсенко, ну, он подписал этот приказ, и руководящих, и учебно-вспомогательного персонала. Ну, по большому счету здесь мало каких-то замечаний, но, тем не менее, мы тогда и сказали, что главный преподаватель должен быть в курсе. Ну, и самый минус тому, что вот этим новым порядком 2005 года эти представительства были фактически уничтожены, как точки проникновения на территориях проникновения технологий дистанционного обучения, только через филиалы. Только через филиалы, и в этом плане, вот, на мой взгляд, ну, и на взгляд коллег, нашло постепенно применение технологий, ушло на уголь, поскольку крупные высшие учебные заведения не имеют точек проникновения, вот, они не контактировали хотя бы эпизодически с этим персоналом, контингентом обучаемых, и, соответственно, качество обучения, безусловно, падало. Отдать должное, что в этом приказе 2005 года порядок использования был детально прописан состав учебно-методического комплекса. Это порядка 10 позиций, и не только, скажем, основные, план программы, учебник, практикум, там, тестовый материал, методические рекомендации, но и разного рода справочные издания, словари, периодическая литература, научная литература, хрестоматия. Вот в этом плане было, в принципе, правомерно определить вот такой коридор свободы для вузов и других учреждений, применяющих технологии. После прихода Ливанова Дмитрия Викторовича, тот приказ и тот порядок был отменен, и принят другой, это приказ номер 2 2014 года. Но, на мой взгляд, на взгляд коллег, это просто было ужесточение и ухудшение порядка применения. Ну, во-первых, было непонятно, как доводить до участников образовательных программ, что та или иная часть, или вся программа, она с применением технологий дистанционных образовательных, с применением электронного обучения, доводить до участников письменно, ну, довели. Потом вдруг какая-то часть перестала быть с применением электронного обучения, надо обратно доводить до участников. Это создавало массу проблем, тем более в это время агрессивную свою позицию начал занимать Рособранадзор, который до запятой отслеживал использование вот этих нормативно-правых актов по каждому пункту, по каждой запятой. Еще можно отметить то, что если та методика, которая была принята при Филиппе Ивлайе Михайловиче, где требовалась подготовка преподавательских кадров, здесь уже в 2014 году было записано не только педагогические кадры, но и научные, учебно-вспомогательные и административно-хозяйственные. Вот научные, хозяйственные. Здесь всегда возникала определенная проблема. Но вводит в ВУЗ какую-то программу с применением электронного обучения. Каких научных сотрудников требуется переподготовить? Научных сотрудников. Или административно-хозяйственных сотрудников. А ведь это каждая буква, которая записана в приказе, она проверялась Рособорнадзором. Ты должен представить и список, и программы, и документы, копии получаемых по изучению и так далее. Здесь происходило просто ужесточение. Я уже не говорю о том, что никаких там представительств уже в помине не было, уже филиалы потеряли свое значение. Конечно, был выход на применение интернет-технологий. Но, тем не менее, масса таких запятых слов не давали возможности развивать технологию электронного обучения. Ну и, наконец, действующий приказ. И на этом былое. Может быть, и можно закончить этот аспект. Это уже принятый приказ Васильевой Ольги Юрьевны 816-2017 года. Он ничем не лучше предыдущего, который подписал Ливанов. Он даже, на мой взгляд, хуже. Там было два пункта, которые пролоббированы некоммерческим партнерством национальной платформы открытого образования. Это организация вправе применять учебные занятия в виде онлайн-курсов. Конечно, курсов, которые готовились и готовятся на национальной платформе открытого образования. И результатом прохождения этих курсов является сертификат. Ну а сертификат должен, в конечном счете, признаваться всеми теми вузами, где тот или иной студент обучался. Эти вузы получили такое название, не очень лицеприятное, как вузы-рецепиенты. Вот этот приказ до сих пор действует. На мой взгляд, если сравнивать самый первый документ, это методика, опять повторюсь, 2002 года и вот 2017 года, 15 лет. За 15 лет административная система ужесточила и требования, и надзор. И здесь вопрос не качества, скажем, обучения, а, возможно, качества бумаг. Это эфемерная какая-то идея сокращения вузов, сокращения непрофильных каких-то, сокращения непрофильных образовательных программ. На мой взгляд, это ухудшила ситуация. Вот если чуть подытожить, вот на этом слайде, за то время, что было связано с дистанционным обучением, мы с коллегами, это Илбачев Сергей Львович и Андреев Александр Александрович и многие другие, мы издали массу монографий, даже издали учебник. Но и волей судьбы получилось так, что нам была присуждена премия правительства Российской Федерации за цикл трудов для системы непрерывного образования, разработка основ и практическое внедрение технологий открытого непрерывного многоуровневого образования. Если первая часть моего доклада была связана с историей, некой мемуарной хроникой, былое, то вот эта часть, она уже называется Думы. На этом слайде опыт заочного обучения в СССР равно открытому университету Великобритании. Интересно, что вот по тем источникам, которые открыты, первый выделил идею открытого университета в мире, это лорд Михаэль Янг в 62-м году. В 63-м году была идея уже Гарольда Вильсона, эфирный университет. Хочу сказать, что Гарольд Вильсон, он посетил Союз и был потрясен системой заочного советского образования без отрыва от производства. Качеством и массовостью. Англичане просто скопировали этот опыт, ну и стали у себя его потом развивать. В 69-м году королева Великобритании указом создала, основала открытый университет как независимый университет. Он существует наравне с другими до сих пор. Хочу сказать, что я посетил британский открытый университет. Вот справа моя фотография. Это фото в костюме викторианской эпохи. Ну, я, конечно, в этом костюме не был. Но мне очень понравился и трость, и котелок, и вообще викторианской эпохи нравятся. Я был в британском открытом университете. Там как обучалось, так и обучается, одна момента порядка 200 тысяч человек. Всего там обучилось уже более трех миллионов человек. Могу сказать, что вот 300 учебных центров во всех графствах Великобритании, плюс сеть в 50 университетах. Это вот тот опыт уже британского открытого университета, который был применен нами, Владимир Михайловичем Филипповым, когда формировалась модель реализации применения дистанционных образовательных технологий через представительство, то есть ту легитимную форму, которую можно создать и которая имела место. Правда, вы сами знаете, что представительство отменили, ну и, собственно говоря, уменьшили количество учебных заведений. А вот Великобритания, как действовали эти учебные центры, так и действует. Хочу сказать, что в последнее время, конечно, этот уже университет становится виртуальным университетом, применяет LMS Moodle, к сведению, и он только, так сказать, движется вперед. И другой вуз, который мне удалось посетить, это Кембриджский университет. Я был на факультете экономики, где посмотрел, как организована там работа. Ну, меня очень удивило то, что, если брать очный формат, хотя у них нет законодательно установленных форм обучения, это наше, как бы, достояние, берущее начало от Сталина, со сталинских времен. У них вот в очном обучении установочные лекции читает ассистент профессора. Я был на такой лекции, дается последний фактологический, статистический материал, обзор рекомендованной литературы, приводится список, краткая аннотация, что необходимо подготовить. Это примерно 10-12 монографий по каждой лекции. После этой лекции студенты готовятся, и, наконец-то, где-то через пару недель идет семинарское занятие. Его ведет только профессор или бывший чиновник, который в такой непринужденной обстановке, за чашечкой кофе, тоже наблюдал. Группа 12 человек, примерно 10-12 человек идет. Идет просто разговор о том, какие тенденции, какие подходы, какая новизна, какое будущее. То есть идет вот такой разговор, который дает массу информации весьма креативно. Я, допустим, у нас этого не наблюдаю. А если говорить о Кембриджском университете, то у них создана огромная ныне виртуальная учебная среда. По каждому направлению свой портал, типа медпортал. По каждому предмету свой раздел. Курирует у них институт непрерывного образования, как администратор этой виртуальной учебной среды. И, может быть, неудивительно, но основа этой виртуальной среды, тот же LMS-модул. Вот эти думы сами по себе, они могут, конечно, интересны быть. Но вот когда говорят, почему мы на 199-м месте в рейтинге по, скажем, в рейтинге по ВУЗам, у нас МГУ в 2018 году занял 199-е место по рейтингу, я всегда говорю коллегам, коллеги, ну вот первая десятка, анализируйте, как они могли добиться вот такого своего развития. Пусть можно по-разному относиться к этому рейтингу, но, тем не менее, из года в год и по разным критериям эта десятка практически не меняется. Ну вот Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гавридский университет, Калифорнийский институт, Кембриджский университет, Оксфордский университет. Я всегда говорю, ну если вы хотите добиться того же, вы проанализируете условия функционирования этих ВУЗов. Конечно, политическая система, мы здесь ее не обсуждаем. Экономическая система, конкурентная среда, какое законодательство, как происходит госрегулирование, как происходит лицензирование, есть ли госаккредитация или что такое там общественная аккредитация, какие книги свободы имеет тот или иной ВУЗ, ну и какие отношения с бизнесом, с государственными общественными организациями. Если вот это проанализировано, вот тогда и возникает момент каких-то инициатив, стратегических инициатив, которые могут быть реализованы, ну через систему законодательной и исполнительной власти. Вот мы говорим, что у нас с образованием не то с момента принятия нового закона. А почему не то? Ну не подтвердились требования этого закона федерального от 12-го года, федерального закона в образовании в Российской Федерации. Так нужно менять закон. Менять закон. И все мои размышления, они приводят к тому, что нужно менять многие позиции, ну где-то на трех уровнях. Первый уровень, конечно, федеральный уровень. Я могу только зафиксировать, и фиксировать не только как человек, который специалист, который занимался современной государственной образовательной политикой, но и был более 10 лет федеральным экспертом Рособорнадзора по проверке деятельности образовательных учреждений. Это прямое чиновничье вмешательство в образовательную деятельность в виде нормативно-правых актов. Постоянные проверки. Те или иные. Вот взять закон об образовании. 243 отсылки в адрес федерального органа исполнительной власти по принятию нормативно-правых актов. Вот эти 243 отсылки, это передоверили чиновникам принятие приказов, указаний, положений, рекомендаций и так далее. И что произошло? Вы не можете запятой вставить тогда, когда этот приказ издан. Никто не может. Ни депутат, ни вузовская общественность, ни преподаватель, никто. Этот закон требуется отменить и сделать его покороче, и сделать прямого действия. Есть там, правда, статья по прямого действия. Это статья о сетевом взаимодействии. Там нет никаких указаний, чтобы кто-то чего-то там доработал, разработал. Она фактически статья прямого действия. Но смотрите, уже прошло сколько лет, эта статья не работает. Она просто невыгодна. Рособорнадзор для того, чтобы работала, поскольку нет возможности осуществлять те или иные проверки. Если аккредитация, то общественная. Если диплом, то вуза. Вуз отвечает за качество образования. А не Рособорнадзор, не Министерство образования и науки. Это нонсенс. Ни в одной стране мира нет. Если вы говорите, где-то есть, пришлите вопрос или дайте такой факт при обсуждении вот этого доклада. Вы посмотрите, какие у нас приказы действуют. Приказ об утверждении порядка приема на обучение по программам бакалавриата. Приказ о порядке организации осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования. Приказ о порядке проведения государственной итоговой аттестации. Приказ о порядке применения технологий дистанционного обучения, электронного обучения. Ну вот скажите, вот в предыдущем слайде показано десятка вузов, которые по рейтингу на первом месте, а мы, помните, на 199-м. Разве можно представить, что вот эта десятка вузов, она имеет такую регламентацию со стороны госоргана, где и прием, и обучение, и выпуск регламентируются только государством. Это нонсенс, это идиотизм. И еще один приказ, который я хотел бы отметить, это приказ единый квалификационный справочник должностей. Минздрав соцразвития четко определила, какие должны быть должности в вузе, в университете, и что может делать тот или иной специалист. Но, скажем, там ассистент не имеет права читать лекции. Вот почему-то в Кембридже можно читать установочные лекции, а у нас нельзя. Я не говорю о публичных лекциях. Публичные и там, и здесь они читаются ведущими учеными, это всегда. Но лекции ныне, лекции ныне, статус лекции ныне, он носит установочный обзорный характер, если этот процесс идет в штатном режиме. На федеральном уровне, в моем понимании, это национальная информационная и телекоммуникационная инфраструктура. Вот забота государства. Это государство должно уделять прежде всего свое внимание. Это федеральная электронная библиотека открытого доступа. В воле судьбы я был директором головной организации по научно-технической программе создания системы открытого образования. Более 500 вузов. Небольшая программа, 2 миллиона долларов. Более 500 вузов подготовили отчеты, приложили диски с системами тестирования, с электронными курсами. Скажите, где вот это богатство? Оно на складе. Оно в архиве. Никто не осуществляет трансфер этих разработок. Никто не применяет эти разработки в свои образовательные деятельности. Нет учета, где бы, так сказать, эти разработки были бы зафиксированы, и каждый мог бы их применять. Возьмите другой момент. У нас, правда, сейчас грифования нет, но так или иначе, если кто-то присваивает гриф, скажем, учебник или учебное пособие, то должен быть выкуп права обладания. Нужно поставить на баланс и дать открытый доступ. Это будет и для автора учебника, и для всех супер, ведь подспорье. Выкуп авторских прав по зарубежному контенту. Тоже, так сказать, у нас это не делается. Вот чем должно заниматься государством. Ну и, наконец, я бы мог бы сказать, что, конечно, последнее событие с вводом национальной платформы открытого образования, но она, конечно, носит форму монополизма, лоббизма, волюнтаризма. Не хочу говорить о коррупции, но этого вполне достаточно. А если сделать российский портал открытого образования, где каждый вуз имел бы свое виртуальное представительство, там была бы система обучения, вебинары были бы, но и каталоги, каталоги курсов, каталоги вузов, каталоги авторов, каталоги разработчиков и так далее. У нас ведь был такой опыт. Возьмите, единое окно усилиями Тихнова Александра Николаевича, Иванникова Александра Митча, это первый заместитель информики, это и Жванов Юрий Львович, первый заместитель, Гридина Елена Георгиевна, они создали огромную среду, единое окно, собирали по всей стране, и преподаватели пользовались текстами задачников, решебников, учебников, учебных пособий. Это огромное было подспорье. Но, слава богу, действует хотя бы научно-электронная библиотека. Но единое окно прекратило свое существование. Оно исчезло, как ненужное, а зря. Возьмите, мы с коллегами развивали вот такой портал, он также и назывался российский портал открытого образования, но он также прекратил свое существование. Но, с одной стороны, мы, честно признаемся, взяли не то программное обеспечение, мы его делали на основе Lotus Domino, весьма дорогая и весьма, на наш взгляд, громоздкая система. Сейчас бы мы его сделали на базе Moodle. И, кстати, пытались это сделать, были такие попытки. Но вот там были виртуальные представительства. Более 120 вузов открыли свои виртуальные представительства. Ни один десяток учебных курсов были каталоги. Если кто-то нашел, что его интересует, он мог по ссылке уйти на тот вуз и там договариваться. Там была абсолютная автономность заключения договора в ценах и так далее. А вот внизу на этом слайде, вот национальная платформа. Она учредит на вот этими организациями МГУ, МИСИС, высшие школы экономики. Но это замкнутая структура. И там нельзя открыть свое виртуальное представительство, чтобы вести через этот портал, эту национальную платформу обучения по своим курсам. Нужно создавать свою систему. Ну, собственно говоря, что достаточно и понятно, и необходимо. Посмотрим на локальный уровень, на уровень региона. Всегда интересовал меня вот этот процесс. Лицензирование нужно убрать на уровень субъекта федерации. Так, как это в тех же Соединенных Штатах Америки. И по общему образованию, и по профподготовке, и по среднему, и по высшему. Ну, по аспирантуре, докторантуре. Это, мне кажется, где-то ближе к Рану, возможно. Но вот эти уровни образования должны уйти на субъекте. Они могут понимать, какие потребности той или иной специальности. Проводить реструктуризацию образовательных учреждений. Давать корпоративный заказ. А сейчас все управляется из Москвы. И никакой абсолютно самостоятельности, креативности и так далее. На уровне ВУЗа весьма интересно, чем же должен заниматься ВУЗ. Сейчас он занимается только одним. Вместо 10 лет, то каждые 5 лет меняются федеральные и гособразовательные стандарты. И переписывается куча учебных программ и всякой прочей учебно-методической документации. ВУЗ должен согласовывать учебный план и свою образовательную программу с работодателями. А не с ФУМО, не с министерством, не под контролем Рособразования. И готовить контент, проводить сертификацию преподавателей. Создавать свою региональную партнерскую сеть. Создавать свои представительства, но вплоть, я не знаю, до районного центра. Вести партнерские программы первого двойного диплома. Как внутри России, так и зарубежными ВУЗами. И, конечно, вести свой портал. Вот тот опыт, который имеет Массачусетский институт технологий. Ведь у них идея проста – опубликовать все материалы курса в интернете. И сделать широко доступными для всех. Вот на этой картинке представлены фрагменты вот этого портала. Знаете, вот внизу я специально сделал скриншот одного учебного курса нашего соотечественника Сергея Измолкова. Будучи ректором, я пригласил заведующего кафедрой. А вы можете читать по этому курсу, который читается в Массачусетском институте технологий? Нет, не можем. Там эконометрика. Мы не готовы. Да и студенты не готовы. Вот они могут читать, а мы даже то, что опубликовано, не можем читать. Это вообще, на мой взгляд, это большая трагедия. А ведь вузы сейчас, ведущие, они открывают свой контент. Не контент теперь уже главный, а вопрос обучения, вопрос коммуникации, креативности, развития, идей и так далее. Они сами по себе тексты учебников, либо видеоклипы тех или иных лекций. Вот инициатором продвижения сертификата европейских преподавателей инженерного вуза был Жураковский Василий Максим Янович, первый заместитель министра образования Российской Федерации. И он представляет интересы вот этой сообщества на территории России. Посмотрите, каждый преподаватель, ну здесь инженерного вуза, а сейчас европреподаватель, должен пройти курс и сдать экзамен. Посмотрите на эти дисциплины. У нас, конечно, есть программа «Преподаватель высшей школы», часов там побольше, не 200, а там 1080 часов, но это, во-первых, много, а во-вторых, все необходимо делать в дистанте по тем требованиям, которые есть. Мне рассказывали коллеги, что у ректора любого европейского университета, ну раньше лежал на столе справочник европреподавателей, сейчас это все в интернете. Он мог найти по тем программам, которые нужны его вузу, найти этого преподавателя, коллеги созвонятся, вот и представят кандидатуру, согласуют условия проживания, условия оплаты. Там абсолютная академическая мобильность, и там идет развитие вуза. Если мы говорим на уровне кафедры или преподавателя, это третий уровень, то здесь вообще нюанс весьма интересен сам по себе. Вот говорят о том, что преподаватели боятся опубликовать те или иные свои учебно-методические разработки, но я хочу дать вот такой совет. Знаете, вы почитаемому курсу своему разработайте учебную программу и поддерживайте ее постоянно, актуализируйте. Методическое руководство, стади-гайд. Кстати, стади-гайд сам по себе при дополнении, значит, он становится уже, в принципе, учебным даже пособием. Нужно иметь обязательно видеокурс, типа онлайн-курс. Пусть это будет самостоятельная запись, там видно будет аудиокурс необходимо иметь, мультимедиа-курс, или называет его схема-курс, базу тестовых заданий, практических, лабораторных, и не бояться учиться, если эти курсы открыты в Массачусетском технологическом институте, на Курсере, на национальной платформе открытого образования, по своим, по одноименным курсам. Это, безусловно, вам даст и опыт, это даст вам материал для усиления вашего курса. В этом плане, конечным результатом, что бы явилось, я бы на вашем месте, я бы вот этот вот учебно-методический комплекс, или сетевой учебно-методический комплекс, сумик, это термин, который Андреев Александрович в свое время придумал, я бы запатентовал. И тогда возникает момент, что придя или уйдя из этого вуза в другой, у вас есть патент, у вас есть курс. Этот курс в электронной форме, его необходимо актуализировать, он всегда в актуальном состоянии, и вы тем самым, ну извините, продаете качество своей рабочей силы, которая должна иметь цену. Все очень просто. Ну это, как говорится, такие вот просто советы, можно к ним прислушаться, вот, или это замечание. Я, конечно, понимаю, что не все можно охватить, но если эти замечания представляют интерес, ну я буду только рад. Я не знаю, что имел в виду Виктор Степанович Черномырдин, хотя догадываюсь, но я бы здесь несколько дал свою интерпретацию вот этого замечания и этого предложения. А давайте вот наши все советы, предложения, рекомендации не просто отправим в одно место, а в нашу общественную организацию, профессионал дистанционного обучения. В нашу группу в Фейсбуке, где эти замечания, предложения, рекомендации, советы можно обсудить и какое-то решение оптимальное довести до всех остальных. Может быть, это будет полезно. Поэтому, если подытожить нашу встречу, подытожить мой доклад, я призываю только к сотрудничеству, где зернышек зернышку, крупица крупица, появляется и урожай, появляется и то самое хорошее, которое мы называем. Это качество нашего образования. Спасибо.